Я считаю, что реконструкция и повторное использование строений — это главное направление нашей работы. Важнее этого растущий спрос в обществе. Нужно смотреть шире, и движение вперед не всегда означает строительство новых объектов. Мы должны лучше понимать, как можно повторно использовать ресурсы. Ключ к устойчивому развитию — забота о ресурсах, включая повторное использование и переработку, по мере возможности. Я считаю, что реновация и восстановление зданий станет важной частью нашей деятельности в архитектуре и планировании. Что касается нашего подхода к повторному использованию и реконструкции, сначала необходимо понять полезное качество здания и задачи первоначальных архитекторов и планировщиков. У каждого здания своя история. Каждое старое здание, так или иначе, менялось и перестраивалось. И здесь кроется второй важный аспект — дать оценку внесенным изменениям. Какие-то изменения пошли зданию на пользу, какие-то нет. Это важно понимать. Мы также должны оценить потенциал здания на годы вперед. Как обеспечить ему долгое и успешное существование? Какие изменения вдохнут в него новую жизнь, учитывая его историю? Наш подход заключается в определении сильных и слабых сторон объекта. Сильные стороны — то, что нужно сохранить и усилить. Слабые — то, что можно менять, чтобы обеспечить долговечность. Это касается технических усовершенствований, функциональных, включая не только потоки движения в здании, но и его многозадачность. Там, где это возможно, необходимо сохранить сердце здания, при этом по возможности усилив его слабые стороны.